Ребят, привет! Сегодня я хочу показать оформление своего ежедневника на июнь. Кто смотрит утренние трансляции ежедневные, тот уже представляет, что там будет. Но я на самом деле до последнего момента не знала вообще, что сделать. У меня просто были наборы наклеек, которые я знала, что хочу использовать, и всё. Так что это был для меня, можно сказать, вызов, когда у меня просто в голове ничего не было сначала, но потом появилось, и вышло вроде как красиво. Так что давайте покажу. На той же утренней трансляции я выбрала наклейки для оформления июня, горы и цветные стикеры. Не знала, что сделать, поэтому начала проводить контуры гор как бы дальше краев наклейки. Ну и что хотелось, то рисовала и делала, не особо задумываясь над итогом. Продолжение следует... Тут подписала. Иди туда, где больше всего чувствуешь себя живым. Что же это такое? Список дел решила разделить на два разворота, причём на первом сделала общий, а на втором по дням. Хочу попробовать и ту, и ту систему планирования. Продолжение следует... А здесь у меня вещи, которые я не могу и могу контролировать. Увидела похожую идею в интернете, и она мне очень понравилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже не могу дождаться, на самом деле, когда я буду все это заполнять, потому что очень мне нравится, как все вышло, и хоть сейчас и 22 мая, я сейчас заполню вот этот календарик, сюда запишу все самые важные события, дни рождения, чтобы потом не забыть всех поздравить, и, кстати, все незаполненные и заполненные развороты я публикую в соцсети, которые нельзя назвать, есть ссылка внизу. Если хотите посмотреть, как это все будет выглядеть в конце месяца, то вот обязательно подписывайтесь, и еще у меня есть телеграм-канал по ведению ежедневника, там просто миллионы идей каждый день, тоже можете посмотреть, вижу все внизу, вот, все, спасибо, что были со мной, до встречи в следующем видео, будет скоро, уже вот реально скоро, ну все, пока!